У нас Горок против Чифтейна, кстати говоря, Ящерица против Гномов, опять. Четвертый ход, Ящерица уже без реролов, у Гномов все еще есть один рерол, есть выбитый раннер, есть покалеченный Крокс, неожиданно, и выбитый Заурус. А если, кстати, ребята, вы еще сможете сыграть несколько сезонов, то рано или поздно докачаются всякие Некроманты, Андеды и веселые ребята Нурглы. Но это, конечно же, надо потратить несколько сезонов на такую прокачку, но тоже должно быть интересно. То самое чувство, когда в киндер-сюрпризе нет киндер-сюрприза. Печаль. Я так понял, что Чифтейн все-таки вынудит Ящерица, кстати, занести, либо он сделает какие-то дикие вещи, просто выбитый Квард. Кстати, очень неплохой такой. Очень неплохой скил есть у Горока. Заурус почему-то с Майти Блоу. Есть поломанный Заурус. Собственно, его сейчас пытались избить. Немножко странный Заурус Майти Блоу, я вообще понимаю. Есть, кстати, Аксулю Апек. Он тащил. Там есть две травмы. 4 СПП. Он не смог. Ну, либо он дал пас и забил этим Заурусом. В чем я ни капли не сомневаюсь. Этот парень тоже неплохо тащил. Судя по 12 СПП, это МВП он получил. Максим, третий левил игроков. Максим, третий левил, я не знаю, был бы куча орлов каких-нибудь. Или бы не, где уж. Не умеют. Но лапки маленькие. Большие шаги делать неудобно. Подошвы железные, скользкие. Если долго бегать по траве, она будет разминаться и давать сок. Соответственно, гном не смог сделать свой шаг. Заурусы пришли. Заурусы будут бить. Жалко Аксигора, конечно, самого по себе. Именно как юнит мы так и не увидели, что он мог и что он не сумел. Ну, до ящериц занести нет проблем. Но 4 хода гномом на отыгрыш, в принципе, вполне реально. Тем более, учитывая, что 0 реролов в обоих команд. Надо хоть подставить какое-то время. Здесь, кстати, надо провести игрока и, соответственно, сделать аж 2 блока. Сначала сюда. Потом сюда. Либо можно вообще сыграть в наркомана, кстати говоря, здесь есть блок. Толкнуть Блицера сюда. И в один куб просто пытаться выбить скингов. Все так рады смертям, я так понимаю, что просто весь чайник захлудило. Шестерочка. Все таки он не собирается его так, собирается избивать Блицера. А тем не менее, ударить Блицера с поля было бы очень полезно. Ну, кстати, Атила, насчет Лива в плей-оффе, возможно, я согласен. Потому что, в принципе, при успешной игре в плей-оффе ты получаешь кучу опыта. Вот как, собственно, Ва Сага сейчас получил 20-ник. Сид получил, что-то в районе 24-ех за прошлую игру. То есть этот опыт и эти деньги, они к ним приходят. Но как бы должен быть и риск, а-ля получение травм, вот этих вот всего. Ну, возможно, это я считаю чисто я, что, собственно, должен быть риск. Привет, Аргентум. Ну, на самом деле, я не единственный стример по БП-2. У нас достаточно много человек стримят. Ты, наверное, просто не попадал. Это... Это Руба Бэйл. Собственно, Аргентум. И, ну, Русская Бладбольная Лига, это отборочный на чемпионат мира. Ну, Тумрун, я сказал, что возможно. Мне кажется, что, как бы... Это неплохой такой дополнительный СПП для победителей. Нет, я согласен, что один раз, в принципе, ливнуть без последствий, это очень неплохая затея. Потому что, вот реально, когда ты теряешь так вот... Сколько там было? Раз, два, три, четыре, пять. Пять трупов, ну, пять проломов было в прошлой игре. И за пять травм, как бы, ну, у тебя остается там вообще капли игроков. Тем более, были выбиты все кетчеры. Что очень печально. И, ну, надо их пытаться сэкономить было. Я, как бы... Этот лифт я абсолютно оправдываю. То есть, он того стоил. Но... Я говорю, что с одной стороны. С одной стороны, если ты именно побеждаешь, то, в принципе, два дополнительных матча. Это и дополнительные деньги, и дополнительный опыт. Как бы, есть плюсы и там, и тут. Испугался игрок. Но, все-таки, смог, преодолев страх, врезать ящерице в лицо. Кучка ГФИ. В принципе, можно заносить. Нет, все-таки, я думаю, что гномы смогут сотрехать, занести. Ооо, и скидки теряются. Что-то ящериц наполит все меньше. Кстати, из-за станти он нас покидает. Хватило до восьми. Из-за коротышки. Из-за коротышки хватило до восьми добрать. И, собственно, чтобы прокнул нокаут. Ну, мы, я так смотрю, не боятся особо в один куб забрасывать. Ну, Дарь, если бы, грубо говоря, это было не первое, ну, не первый раз, я думаю, что Кшустриле бы приняли меры. Вот, ну, честно. То есть, если бы это уже, там, третий раз за сезон, он бы так ливнул, я думаю, меры бы были приняты. А так, насколько я помню, это первый лив, как раз, за сезон. Ничего серьезного не произошло. Здесь вообще в минус кубы были бросок, но Слеер не испугался. Все нормально. А... Слеер не испугался. 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 Ну, там не равно, трём, конечно, было на Ливе. Ой, а что это у него с языком такое? С бедного скинка. Мне интересно, амазонок сделают как вот этих девочек? По моделькам. Только оденут их во всякие ягуарские одежды? Не поднялся Заврус. Это значит, что Завру будут испытывать явную нехватку силы на поле. Ну, помимо того, что Крокса с нами уже нет, у Гномов не поднялся раннер. Есть ещё один. Есть ему запас. Это хорошо. Полковник Кашкарёв. Причём это парень с блоком. Он уже испытанный в боях, проверенный человек. Кашкарёв сильным ударом. Какая-то борода здесь. Пять из шести, кстати говоря, сейчас... Ну, ладно. Я, конечно, скажу чушь, если это произнесло. Но, тем не менее, сейчас Звёздный час этого Блицера может отдать пас на раннера и получить свой левел. Звёздный час. Ну, эльфов, конечно, было жалко. Я прям слышал, как каждый ход отлетало по эльфу. Хрустили их кости. Откуда ж вы все берётесь, ребята? Откуда вы все на ютубе такие берётесь? Я прям не знаю. Заняться людям нечем. Ходить по чужим каналам и что-то там проповедовать. Ну, Дарья, это решение каждого. Кто-то хочет сэкономить на команде. Ну, в смысле... Сэкономить игроков. Кому-то важнее дух. Это старый-старый спор, что важнее, типа, дух закона или буква закона. Так и здесь, собственно, дух блатбола или, там, буква блатбола. Это из разряда, почему люди некоторые дают возможность переиграть, некоторые не дают. Ну, кстати, да, Кром, я согласен. Полуфиналы оказались достаточно скучные. Ну, в плане того, что они были без интриги. Я бы не назвал, что полуфиналы прям скучные были. Ну, не повезло. Скажем так, у обоих эльфов зашла та самая игра. Плюс, опять же, это были гномы с большим количеством таплов. А эльфы всего лишь лесные. Броня седьмая, она не особо держит. И, собственно, ребята построены в большом количестве даджей. Два сага, я уверен, что и второй тайм будем. Ой-ой-ой, что такое? Девятая броня никуда не годится. Благо, что без длительных. Сейчас, секундочку, ребят, я тут отвлекусь. Что мне там дальше-то по расписанию? Я, конечно, записывать записываю. Помнить не особо помню. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, есть возможность в 21 посмотреть Сороса против Кримсон Фокса. Что такое-то? Девятая броня, как будто ее и нету. Ну, я не уверен. Здесь Краксигор кушает травку. Вместе с ним Заурус кушает травку. А еще один Заурус просто загорает. Он загорает и пьет пиво. Ну, или его поливают пивом, чтобы он проснулся к следующему тайму. К следующему драйву. Это же они тайм. Тем не менее, Заурус все ведут один-два. Жалко, нельзя камеру правее. Потому что вы посмотрите на это умиленное лицо. Он так рад, потому что он может просто отдохнуть и позагорать. Погода, смотрите, солнечная. Для ящериц это, по-моему, лучшая погода на данный момент. Кхм-кхм. Да, да. Они укатали еще и Скинга, но Скинг смог встать на этом драйве. А так, девятая броня вообще не держит. Причем он был пробит вот этим тройслейером, насколько я помню. Который даже мати-блоу не имеет. Тут все очень неоднозначно, слишком много. Слишком много ребят. А мне интересно, а что значит неизвращенное понимание? Ну, неизвращенное понимание чего-либо. В данном случае пусть будут. Пусть будет Blood Ball. Здесь же все делается для чего-то. То есть, ничего не делается просто так, кроме игр в поле, наверное. И нафи. Ну, бывшем нафи, точнее. Ну, и правилами как бы не запрещено иногда сдаваться. Правила есть правила, собственно. Как в правилах сказано. Почему бы? По сути, фолл это же тоже плохое действие. Но многие игроки фалят. Многие тренера, точнее, фалят, а не игроки. Что теперь? Судить этих тренеров? Нет. Игрой это разрешено. Ну, даже не игрой, а правилами игры это разрешено. Так, собственно, здесь. Правилами разрешено было ливно, еще стрелы, ливно. И ничего нет такого плохого. Другое дело, что мы не насладились кровью и страданиями ужасных. Ну, в АСАГ, я имею в виду, я надеюсь, что ты понял, что я имел в виду, что типа... Ну, играет корт. Ты тоже, наверное, хотел победить в тот раз? В АСАГе, я имею в виду, что сама по себе... Ну, сам по себе фолл это грязная игра. Ну, относительно именно самого действия. Потому что, чисто в теории, за это не награждают, игроков удаляют, там... И теоретически, по правилам, это запрещено. Ну, на то он и называется, собственно, фолл. Типа нарушение. Но, на самом деле, многие этим пользуются, и для многих это обязательно общая порция. Так и здесь, собственно, почему не сохранить игроков седьмого армора, если это реально разрешено, собственно, правилами. Это не приветствуется, но это разрешено. Это нормальное было действие. И, собственно, я не вижу здесь споров. Кстати, мячик передаётся. Похоже, Блицеру. Оп. Гномы раздали нормально ударов. Кстати, уже вторая игра Чифтейна, где его гномы очень неплохо ломают девятую броню. Какой-то заговорённый друг. Сейчас побежит ГФИ, как бы не выхватит единичку. И на втором же ГФИ уже единичка. У Завров, кстати, появляются неплохие шансы сорвать атаку. Обижать надо было, и выстраивать экран обязательно надо было, потому что уже последний ход. Это не пас был. Это был не пас, это была передача из рук в руки. Ход Краб. Ты пропустил основное действие, сам полуфинальчик. Гномов против Вудов. Сейчас, кстати, по-любому будет Блиц. Чекуитом. Очень спорное решение, на взгляд. Майти Блоу. Потому что сейчас, например, на двойке он может упасть. Здесь тоже немножко спорно. Вот и стрелочка пришла. И отталкиваем на угол. Оттолкнул. Теперь Гному надо очень... Очень аккуратно бежать. Его устраивает только диагональный бег, либо прямой бег. Он дарками играет, Дари. Он играет дарками. По сути, те же эльфы, только брони 8. Это всё. И он также может пострадать. О! Иоанна! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще меньше Девятого армора его просто нету Гномы просто впали в буйство Я понял Это гномы бушуют из-за того, что эльфы их покинули То есть они не смогли насладиться полным полуфиналом, полноценным зрелищем И все гномы, буквально все гномы в лиге сейчас впали в буйство Призываю вас, играйте как можно более осторожно с гномами Проверьте, сделали ли вы прививки от бешенства, от гномевого бешенства Маньячного, да Хорошо, кстати, разыграл Сумел сделать дождь, сумел сделать ГФИ Прекрасный занос, тем не менее Бег по доджам Это была лучшая игра гномов на данный момент Но разрулил ситуацию он очень хорошо Возможно, здесь проблема кроется в плохом позиционировании от ящеров Но занос получился очень хороший Привет, золото На какое именно мероприятие, чуть-чуть уточни, и мы тебе поможем Нормально Это у нас ящери, по-моему, БМВ Ящери получают рерольчик Очень приятно для ящериц Оригинальная расстановка такая Типа Обжимайте меня Это не просто русская лига блатбола На данный момент на стриме именно отборочный на чемпионат мира От русской лиги блатбола Но вообще Сейчас идет запись на сезон Второй сезон Русской лиги блатбола И ты можешь Пройти по ссылочке, которую тебе показал Умру, и там зарегистрироваться Собственно, в правилах там все есть Расписано достаточно понятно Далеко стоит раннер, но он, кстати, не понадобился на этот раз Фактически вместо него мяч принесли вперед А, нехороших Чуть выше, буквально на дно сообщения выше тебя Умрун оставил Два Ну, две ссылки И очередной скинг С пробоем Кстати, выдержал скинг И за драйв поднялся Один из выбитых Это, собственно, фит... Ну, это сайт Русской лиги блатбола Что это будет? Нет, это все нормально Я-то надеялся, это будет подбор Этим Бородой Но нет Привет, Гритас Да, здесь ящерицы действительно испытывают боль При этом пробитие трех девяти арморных игроков Очень больно Скинги тоже постепенно страдают Количество ящериц на поле уменьшается А играть еще очень плохо Ну, сегодня, да Сегодня дворфов лишили полноценного Как-то Полноценной платы кровью Не дали им вкусить полный А, вот, выпить как раз полную чашу крови Не дали И теперь все гномы Собственно, Рубубейла Впали в нистовство Собираются избивать всех, кого только мог Я надеюсь, что это продлится только сегодня Убивается тролльслейер Ну, тут как-то ребята, конечно, встали Очень кучно И очень близко к тролльслейерам Как бы им за это не досталось Особенно я волнуюсь вот за этого ящера Сильным ударом Которого, в принципе, прям тут же Может хатнуть слейер Так, секундочку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Господа, я надеюсь, микрофон не шумел От близости телефона Скинки, кстати, бросились в рассыпную Ну, ведьмак, я очень сомневаюсь, что сегодня Какой-либо из гномов пострадает Сегодня все-таки их день Сегодня гномы вышли в финал Все гномы Рубубейла ликуют Очередной пробой Опять Заурус терпит Девятая броня Это не броня Это просто так Нечто прикрыться местами Ну, здесь уже все точно понятно Здесь сейчас будет избиение скинков И вместе со скинками будут страдать изавры Потому что их осталось вообще 4 Зауруса Слышно, поле Снабжатых со всех сторон гномами И тролльслейерами Это очень сложно Играет музыка Играет музыка Хрусь. Ящери как бы огрызаются в ответ. Что-то я не вижу. Я не вижу огонька в их глазах. Они как бы кусаются, да, они даже валят гномов без реролов. В принципе, всё более-менее нормально. Но чего-то не хватает. Сработал додж. И время делать удар. Не хватает рерола. Как же сейчас не хватает рерола ящерицам? Просто чтобы уронить блицера. Сложнее протащить мяч. С другой стороны, парень всегда может играть по тактике Сида. Взять из рук в руки, передать мячик. Прям в бороду. Бородой сделать пас на блицера и занести. И потом при 2-1 ещё раз избивать ящер. Ну, нет. Тактика Сида ему чужда. Думает, перебрасывать или перебрасывать. О-о-о. Вот такого я от Чифтейна не ожидал. Ну, то есть, выпали стрелка-двойка. Можно толкнуть ящерицу под ещё дополнительные удары. И он сделал рерол. Я бы не сказал, что это прям плохое действие. Просто я этого не ожидал. Чифтейн. Вот и всё. Закрывается опять игроками. Скинки расталкиваются. Стойте, стоять, кстати, игрок. Опять убоялся. И опять убоялся. Очень сцикливые дворфы. Реролла уже нет. Ящер отбился. Очень много, кстати говоря, дотлисов не прокидывает варши. Будет интересно, если зауру составляет варши. Смогут отобрать мяч и унести. Это будет очень интересно. Что-то вроде дотж 33. Удар в два куба. Здесь, кстати, можно было сделать удар в один куб. Ничего бы особо не дало, но раннера можно было бы назад чуть-чуть толкнуть. В один куб прям бах. Толкнуть чуть-чуть раннера. Не решается делать пенсию. Здесь, кстати, блицер встать на углу. В принципе, можно рискнуть каким-нибудь нулевым скинком. А бежать и помарчить сзади. А он был пробитый, по-моему. Тут борода пробитая была. А, нет, она не была пробитая. Он просто один-один кинул на блоки. Да, это гномский косяк. Он ее не поднял. Не хотят Завру огрызаться. Завруса за... ...за мирный путь решения проблемы. Да, да, я вспомнил. Так, раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Пять. ГФИ. Вот, кстати, возможно, это стоило сделать. А, нет. Опасно, я там на уровне сделаю, конечно. Неприятно потерять такого скинка. Стоит. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. ГФИ. Вот. Есть вариант так сыграть. Нет, почему-то игрок не стал так играть. Был шанс достаточно хороший помарчить раннера. Тем самым, как минимум, сожрав блиц в скинка. В смысле, он ведет один-один еще. Один-один, атака гномов. Ну, я бы не сказал, что ящер ведет. Горога определенные проблемы. Ну, не стал подходить, собственно. Понятно почему. Чтобы задать дополнительный ассист, можно было выбивать здесь игрока. Не хотят за ауру падать. И, возможно, придется теперь бить в один куб, собственно. Похоже, он так планирует. Да, да, да. Два раз занес. Прямо на последний ход он смог здесь сделать додж, сделать пару ГФИ и занести. Ребята, молодцы. Да, зауру совсем не падает. Это очень стойкий заурус. Либо это очень нежные гномы теперь стали. Возможно, жажда крови поутихла в гноме немножко, и спит в крови ящеров. А, возможно, в крови ящеров просто содержится некоторое успокоительное. Смотрите, пока что целый ход ни одной ящерицы не упало. Ни одной, одни стрелки. Ну, конечно, рерол не было потрачено, но тем не менее, одни стрелки на все блоки. Смотрите, стрелки, 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 стрелки. Четыре блока, четыре стрелки. В принципе, появились некоторые шансы, я так думаю. Давайте посмотрим. Например, падает этот... Этот гном падает. Соответственно, сюда можно подставить игрока, ударить. Ударить сюда игрока, ударить... Блин! Неудобно, конечно. Так можно было бы, если бы здесь клетка была пустая, потом поставить сюда игрока и здесь, например, сблицевать. Но эта клетка не будет пустой. Мог бы помарчить, например, здесь. Возможно, все было бы чуть-чуть по-другому. Где-нибудь здесь выпали 1-1 на блок. Или сейчас бы мог с красных кубов, например, плицевать скинку. Тоже, в принципе, вариант не самый плохой. Здесь можно подойти. Здесь, к сожалению, два игрока держат. О, первый прокус. Кажется, солнце нагрело ящериц, и они, наконец-то, начали хоть как-то двигаться. Играть более эффективно за счет ускоренного кровообращения. Жалко, что на это понадобилось 12 ходов. Ну ладно, не совсем 12, все-таки. Раннер прилег и до сих пор не хочет подниматься. Уже очень сильно приложили. С другой стороны. Заурус также валяется. В принципе, можно и блицануть. Например, 4, да, лицуем, подходим, грубо говоря. Из пробития, тем более, эта борода скоро подбежит. И не даст никуда сбежать Завра. Не верит игрок Горок. Ноздрев. Ноздрев тоже улетает загорать. Кстати, на 2 всего Джигнома теперь больше. Не верит Горок в то, что его игроки могут отдоджиться. А ведь в одном из матчей не так давно Завра сделали минимум 4 доджа. Здесь, наверное, стоит скинг все-таки подвести. Возможно, стоит даже скинг сюда подвести. Не так просто это все сделать. Какой-то далекий столбик. Что-то я тут не понимаю уж. Столбик-то, если уж решился выстрелить столбик, почему не выстрелить здесь? Тогда бы уж и скинг вот сюда хотя бы подвел. Чтобы я вам тяжелее двигаться. Здесь уже есть один куб. Это делается 2 куба. Сейчас будет удар. А вот стоял бы здесь скинг в упор, он бы по носу получил. Теперь, кстати, немножко странные ходы делает Чифтейн. Ну, он не понял до сих пор Троль Слеера. Троль Слеер вряд ли будет кого-либо избивать. И, собственно, почему он продолжает лежать, немножко непонятно. Чифтейн. Отвечем. Троль Сльфа. Пришли. Отвечем. Ну, за этот ход Пока что Дварфа продвинулись всего лишь на одну клеточку Не так плохо Он все-таки решился блицевать Опять испугался игрок Делается рерол По сути, 5-5 бы выпало Даже если бы ваненку убил Да ладно Очень, кстати, чемоданы Грамотно укладываются И это очень сильно похоже на Тетрис Типа гномы играют с заврами в Тетрис Они вот так вот слева сюда заходят И падают в некую чашу такую из гномов Идея проста Положить всех завров в одну чашу Не знаю, по-моему, в какой-то момент Ну вот хоть сейчас, например Поднять там всех завров Перестроить немножко Столбик И вполне себе доджить заврусом Раз, два, три Четыре, пять, шесть Вот, пожалуйста После сложного доджа Сложного доджа, реально Есть два куба франа Так, что будет, если, например, поставить сюда скинка? Этого сюда Этого сюда Этого сюда Этого сюда Этого поднять А этим можно бить Забавно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, смотреть Увидит или нет Я не знаю, к сожалению, насколько опытный Горок Но пока что такая неплохая игра Ооо Тоже не увидел Последний реролл Был потрачен завремя Последний реролл Скинки идут в последний бой Дварф отказывается падать, кстати говоря Тут парень как валялся так валяется Он просто отказывается падать Ну, блин Он мог хотя бы Хотя бы Он мог просто оттолкнуть и подойти Вновь, кстати, три хода За прошлый ход За прошлый Сколько там За прошлый, наверное, три хода Они сдвинулись на одну клеточку Если они сдвинутся за следующие три хода Тоже на одну клетку Они, возможно, и не занесут Ну, конечно, здесь уже раннер Со следующей клетки В принципе, добегает Даже если реролл Но Всякое случается А здесь, скорее всего, заурусы забьют Стрелочки Пока что это нормально Проблема в том, что Вот этот парень снимает все ассисты И здесь по-хорошему Надо бы дать еще один ассист Подожди Он может вот так дать ассист Четыре Блин, ГФИ Может так дать ассист Раз, два, три Четыре, пять Да, вот, пожалуйста, ассист Он не сможет избить этого за урон Соответственно, его придется так лить Ну, а здесь вполне себе ассист Вполне себе Три куба И вполне себе Немножко перестановка игроков А если не уронишь Уронил А если не пробьешь Он же встанет Ладно Сейчас здесь целая куча ассистов появилось Ну, и Игра Игра Пробой брони Неприятно Неприятно Сейчас каждый пробой Таячерс уже на счету Раз, два, три Четыре, пять, шесть Здесь он точно фалить не будет И скорее всего просто отойдет Нет, стоп Если он отойдет назад Он получит в лицо от скинков Поставить сюда игрока Встать сюда самому Получить 1D от Завруса без блока Можно даже 2D получить Если скинк поможет И вообще Если сюда встать Можно отсюда выходить Мне кажется Чифтейн обнаружил Как раз этот прокол В своей тактике Решил закрыть Садзавруса Здесь В смысле Команды не имеют Прокаченных игроков Именно в данной игре Вот именно на данный момент Ауром А не боится ли он Скинковской мести То есть сюда ассист Здесь все ассисты сняты Сюда ассист И отсюда удар Все Это месть В 1D Есть игрок с блоком Собственно говоря Не добегает Три, четыре Семь Не добежит В данный момент Это свежие команды Это всего лишь Третья игра Для этих команд Эти команды Специально созданы Для отборочных На чемпионат мира От Руба Белла И сейчас Собственно Все тренеры Именно сражаются За выход В чемпионат мира Их более Прокаченные команды Они Участвуют В основном Турнире А это Такой С этим Мне кажется Скинки на японцев Немножко похожи Вот когда вот так Смотришь Смотрите Тут типа Белый флаг Такой И красная точка У японцев Давайте посчитаем Раз Нет Вот так вот Можно ударить Вполне Поднимаешь Этого Завра Сюда Скинка И пожалуйста Бей В ладере Надо 20 матчей Отыграть А здесь Просто выйти в топ И соответственно Потом по плей-оффу Дойти до Призового места Вот и все В принципе сюда Можно скинка не ставить Да Можно так поставить Скинка для ассиста Вот этого Завра Поднять И блицануть Поднять Завра Горок Горок Завр Ну можно Отсюда сюда Что-то какая-то чушь Получается Да Обязательно условие Начинать И прокачивать Что сейчас Произошло Можно было Делать Блиц Скинком В один куб Можно было В два куба Ударить Заврусом Сразу Кстати Учитывая то Что блоков Нету Было по-моему Выгоднее Все-таки Заврусом Много чего Можно было Сделать Но ничего Из этого Не произошло Что-то Какой-то Ход Вот на уровне Вергера В красные кубы Из Первого матча Плей-оффа Убирается Пятерка Хотя Если честно Я буду Выхгарнастая Сейчас Заурсу Спасут Какие-нибудь Единицы Договорняк Да Договорняк Судью Намыло Другому Одни Договорщики Что вообще Происходит За что Я не заплатил Где мои Деньги Ребят Я конечно Понимаю Что Паровозиком Веселее Тащить Мяч Но Как бы У нас Бладбол Нет Нельзя Только С нуля Начинать Только Нулевые Команды И Только Трудом Трудом И потом Шестерка Нашлась Наконец Скинка Шестерка Ой Подлый удар В спину Ломает Броню Скинка Как бы В Руба Бейли Играются Игры Для Спортивного Интереса Некоего То есть Помимо всего Прочего Как бы Победа Должна быть Честна Так Сюда Раннер Например Забегает И Я вижу Легчайшие Два Куба Если Не Ододжится Блицер Здесь Конечно Жалко Что Скинки Не качены На Дайвинг Кетч Потому что Этот Блицер Уже Был Приговорен В смысле Честная Победа Я Ничего Не Сказал Про Честную Победу Я Сказал Про Спортивную Игру Ну и В принципе В рамках Определенных Правил Все же Она должна Быть Честная Нет Ну шестерка Ладно Шестерка Она как бы Успех Любого Действия В принципе Делать Три Плюс Так Было Пять Плюс Да В русской Версии Это Подкат Подожди Я Дайвинг Кетч Сказал Дайвинг Таков Извин Дайвинг Кетч Это Все таки Смог Нашел Пятерку Кстати Даже Сдайвинг Так Увернулся Маленький Хитрец Вот Была Возможностью Ящериц Играть Один Один С хорошим Лицом Но Что-то Тренер Ящериц Не увидел А теперь Ему Надо Вообще Грустить И Например Например В минус Кубы Бить Я не знаю А Крокотам Понимаешь Там Сами Цианиды Сказали Что Вот эти Кубы Которые Ты видишь Во время Дайвинг Такла Подката Они Отображаются Неправильно То есть Он работает Механически Правильно И даже Внутри игры Кидаются Правильные Кубы Сработал Не сработал Но Конечному Пользователю Кубы Вот эти Показываются Неправильные То есть Ну Здесь нельзя Доверять Кубам Действительно Какой сложный Выбор Три Или Шесть Ну Насколько Я знаю Чифтейн Есть Некий Опыт Игры И Как бы Здесь Он Может Не собрано Как-то Играет Может Его Там Отвлекают Или Еще Что И Похоже Кстати Дисконект Потому что Уже Больше 15 Секунд Ждем Выбора И Время Не Идет Нигде Будет Забавно Если Заурс Ливнут Или Гном Ливнут Ну Все Не Прокусил Подставляется Скин Ну Многие Сказали Что Звучит Как Как Курица На Узнать То Что Сейчас Точно Не Работает Сто Процентов Это Например Хвосты Вот Если Стоит 2-3 Игрока С Хвостами И Как Бы Так Лит Одного Хвосты Не Настакаются Здесь Будет Легкий Додж Будет Работать Все Лишь Один Хвост Шестерка Кстати В Три Куба Давай Выталкиваю Блицера Ой Раннера Блицер Что-то Я не сказал Все Раннер Выталкивается Это Легкий Гол Раннер Бежит К своей Золотой Мечте Кружечки Золотистого А может Быть И темного Собственно Всем Демонстрирует Ту Самую Кружечку Поглощает Свой Приз В Прямом Эфире Будем Надеяться Что это Что-то Безалкогольное Типа Кваса Или просто Воды Тоже где-то Услышал Что двор ФОП И решил попробовать Пиво Из мячика Ну я так понимаю Что они держали Мячик в руке И у них Аля по модельке Должна была Респиться Кружка Но она закрывалась Мячиком Понимаю Что это Это был Некий баг Я просто Не видел Как в первом ББ Дворфа Заносили Дайте посмотрим На расстановку Соответственно Борода Не борода Ой Тут что-то Прямо Вообще Дыри А Ну Бород Потому что Так Бород Нету Поэтому Расставился Так как Сумел А Прям Даже Вот такая Анимация Прям Вот Брали Мяч Открывали Его И пили Из него Пиво Тяжелая Наркомания Ну Он почти поймал Зато Для своей команды Сделал Тачбэк Это в принципе Еще лучше Кстати Горок Отказывается Пытаться Даже Он отказался Даже От попытки Заноса В принципе Проталкивание На три Тяжело Но реально Достаточно Много Игроков На поле Гном Расставился Тоже В принципе Неплохо И можно Было Протолкнуть Там Со скрипом И мучением Но Нет Он решил Сделать Просто блоки Получить По возможности Опыт Погода Сменилась На нормальную Теперь Ничто Не будет Светить Скинком В глаза И они Смогут Сделать Бас Кстати Смена Погоды На обычную Ну На хорошую Как раз Таки Указывает На то Что Завры Немножко Тоже Успокоились Теперь вряд ли Мы увидим Прокусывание Брони Где-либо Ну давай Остался Блиц Пас И фол Три действия Мы видим Мега Удачный Блиц Ну кстати Три стрелки Даже если захочешь Давай посмотрим Стрелка Нет Смотри Здесь стрелка А здесь пятерка Он бы уже здесь Не протолкнул А подожди Чакса Бил Чакса Стрелка Этот стрелка И вот этот Пятерка Да Он бы протолкнул Смоги Ну Теоретически Он бы протолкнул На практике Это все очень сложно Бросает прямо в лицо Вы видели Как по анимации Мячик отскочил Завру В спину И от широкой спины Завра Отскочил Скинку в руки Ну На практике Такого конечно Не было И парень Взял мяч Для веса И буквально С этим мячом Напрыгнул На гнома Сломал ему Мизинец На ноге Наверное Ноготь И все Кстати тролльслейер Получает 16 Еще один МВП Теперь он будет Значительно злее Там Даже Не знаю что он возьмет Такл Или пилинкон Но Этого парня Теперь Стоит опасаться Грозного Тролльслейера По имени Ноздрев Так Секундочку